И всем здравствуйте! Сегодня я расскажу о таком расширении Skim The Clibberbird Данное расширение позволяет копировать текст в правильном формате как вам будет удобно Но, к сожалению, не всем будет удобно Давайте расскажу о данном расширении Вот здесь кратенько я описал, как оно работает Вот сюда нажимаем, чтобы его скачать Переходим в интернет-магазин Расширение И нажимаем вот сюда, скачать Нажали, скачали его И давайте расскажу, как же все-таки оно работает Сначала расскажу, как им пользоваться, потом расскажу о его расстройке Давайте перейдем Ну, вот этот текст я взял, как пример И вот так вот выделим, смотрите, вот до вот этих двоеточия И нажму скопировать, вот правой кнопкой И на его иконку И на четыре Нажал И вот этот сюда буду закидывать И, как вы видите, выделилась часть этого, четвертая Видите, больше четырех Вот, если разделить, получится четыре Получается там как-то Теперь давайте вот так посмотрим Большой текст Нажимаем Опять идем сюда Блокнот Нажали И весь текст Стал большим Как вы можете увидеть Давайте теперь покажем Как будет текст Маленький весь Нажали сюда И весь текст Сейчас станет Маленьким Как вы можете увидеть Весь текст Сразу стал маленьким Видите, вот даже заглавные буквы Тоже стали маленькими И теперь я покажу Вот на таком небольшом фрагменте Чтобы вам было видно Вот эту часть Самую последнюю Видите Вот эти вот На нее нажимаем Также сюда переходим Опять нажимаем И просто добавляется ссылочка Вот сюда Давайте теперь покажу Его настройки Как вы можете видеть Она может здесь не отображаться Может отображаться Это у вас может быть Если у вас здесь не отобразилось Как у меня Заходим в дополнение Находим данное расширение И нажимаем настройки У вас откроется вкладочка Настройки Она достаточно сложная Для понимания Простым пользователям Поэтому я говорю Очень сложно понять Данным пользователям Как это все будет работать Нажимаем Добавить сюда Название можно сделать Вот называем Один К примеру И Какую-то переменную Вот ставим Вот например Сюда галочку И вот здесь Так 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 Вот сюда вот еще добавим Здесь теперь цифру 2 Ставим И вот здесь К примеру Вот http Например Вот смотрите Вот здесь Вот http И к примеру Сейчас сайт Например Вот тот же самый Мой сайт К примеру Вот покажу Сейчас И сюда вставим Так Также вот этот плюсик Сюда поставим Обязательно Больше или меньше А то работать Не будет И И И И И Вот это оставляем Как есть Все Здесь трогать ничего Не надо Здесь Как вы можете видеть Все стоит по стандарту Кому интересно Как все это работает Вот здесь Подробная инструкция Вот здесь Вот кратенько написано И Также Давайте покажу Как все-таки Это все работает Ну К примеру Вот текст Какой-нибудь Возьму Даже с своего сайта Нажимаю Копировать И Блин Не достаю Нажимаю Копировать Сюда И вот здесь Вот она должна быть Так А Вот Извините Забыл сказать Сохранить Все надо нажать Чтоб Настройки вступили в силу Извините меня Пожалуйста Вот Как вы видите Один и два Появилось Те самые Которые я добавил Давайте нажмем Сначала на один Посмотрю Что Получилось у нас Нажимаем И как вы можете Видеть Оно по стандарту Добавилось Видите Один Вот Один Идет Как вы можете Видеть И здесь Как мы видим Просто поставили Галочку Вот эту вот То есть Она Суммирует Вот это все Вот именно Вот эту вот Часть А теперь Ага Так Где Вот это вот Еще забыл Добавить Из-за этого Сейчас бы Не сработало Вот так Надо сделать Туда вот Увести И сюда поставить Все И теперь Переходим Опять на мой Сайт Копируем Текст Уже Цифрой 2 Нажимаем И нажимаем Сюда Не скопировался В чем проблема Скажете вы А вот Она же Дорогая Наша Проблема Да А где Она у нас Проблема Так Так А Так Вот Она Смотрите Видите Вот это вот Надо сюда Поставить И теперь Все Сработает Да Вот И вот Это вот Убрать Надо Так И вот Это Вот эту Часть Вот сюда Поставить Так Теперь Должно Сработать Нажимаем На 2 И нажимаем Скопировать И как вы можете Видеть Теперь Будет заменяться Любой текст Вот этой ссылочкой Да Так Где у нас Что-то Неправильно Стоит Ну Видите Да Почему я говорил Что это Расширение Может Не подойти Конечно Если разобраться Оно очень Интересное Полезное Данное Расширение Может быть При больших Массивах Копировать Какие-то Объемы Данных Переносить Подставлять Заменять Ссылочки Тексты Ошибки Заменять Но Чтоб Это все Сделать Нужно Разобраться Вот в этом Вот в этом Разобраться Вот в этом Разобраться К сожалению Даже для меня Это не очень Легко Сделать И Я просто Вам кратко Рассказал Как это Работает Если Вы хотите Попробовать Данное Расширение Я буду Рад Если Не хотите Я понимаю Данное Расширение Большинству Пользователей Не подойдет Но Как Расширение Оно Очень Хорошее И Большой Потенциал Умеет Всем Спасибо За Просмотр Ставьте Лайки Не Забудьте Подписаться На Канал Всем Удачи И До Свидания Продолжение следует